Собственно говоря, 13 декабря у нас не за горами, буквально через 4 дня, а день этот будет интересным, особенно для тех, кто хочет немножко погреться. В Центре культуры и искусств Верхесецкий пройдет новогодняя ярмарка ручной работы, а называться она будет «Теплота». На ярмарке ожидается так много всего интересного, что мы решили организаторов позвать к нам, для того, чтобы все, все подробности они нам и рассказали. Итак, у нас в гостях организатор Андрей Зуев и участница ярмарки Анна Матяш. Доброе утро! Доброе утро! Ну, спасибо, что доехали, что пробки вас не остановили, что вовремя появились у нас. Важный вопрос, который волнует лично меня, ну, мою личную радость. Ярмарка «Теплота» не первая такая подобная в Екатеринбурге и, слава тебе, господи, не последняя. В общем, радуют нас дизайнеры, радуют нас организаторы таких мероприятий. Но интересно, все-таки, на чем именно ваша ярмарка в эти выходные будет отличаться от подобных таких же? Ну, я хочу сказать, что у нас не просто ярмарка, это практически праздник для всей семьи. И в рамках ярмарки «Теплота» будет проходить множество различных культурно-массовых мероприятий, не только, собственно говоря, сама ярмарка. Это будут и мастер-классы, и концертные программы, и спектакли. И будет еще такое интересное направление, как букроссинг, в том числе тайный букроссинг. А что такое тайный букроссинг? Тайный букроссинг – это когда читатели смогут обмениваться книгами, и эти книги будут упакованы в достаточно плотную бумагу, то есть не будет видно ни названия, ни автора, но будет лишь только отзыв предыдущего читателя. На упаковке? Да, на упаковке. Таким образом, мы будем выбирать книгу не каким-то визуальным признаком, а именно опираясь на чувства, эмоции предыдущего читателя. То есть на ярмарке можно будет эту книгу взять и через какое-то время сюда же, на эту же площадку вернуть или оставить где-то в центре города можно будет эту книгу после прочтения? Ну, вообще предполагается, что читатель должен прийти со своей книгой, менять ее на новую. Вообще мне нравится, когда серьезный мужчина в пиджаке, потому что с утра приходит с желтым зайцем. Вот да, мне тоже интересно, кто это, это символ ярмарки или это ваш питомец? Вы всегда с ним ходите. Да, нет, я пришел только сегодня с ним, но может быть даже, да, буду ходить каждый день теперь, по крайней мере до 13-го, до проведения ярмарки. Это символ ярмарки, теплота, вот такая вот игрушка ручной работы. Очень решительная, между прочим, игрушка, но сразу видно, что он заботится о здоровье, вот ушки подогревает. Да, молодец. А у вас что в руках? Это картины животных в костюмчике. Ой, смотрите, какая отрелись. Я думаю, что на ярмарке будут представлены не только классические изделия ручной работы, какие-то декоративно-прикладное искусство, но и живопись. Будет выставка картин наших екатеринбургских художников. Некоторых я знаю даже лично. Наташа Гартман, Лена Тишлер, Надежда Моценко. Член Союза художника Александр Митценник даже приготовил специальные маленькие подарочные форматики, которые будут представлены там. А я вот нарисовала таких маленьких питомцев в костюмчике. А, это ваши? Да, это мои работы. Слушайте, ну какая прелесть. Вот, 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 вот. Это будет выставка или можно прям будет действительно приобрести любого... Это все можно будет приобрести. Зверинец. Котики. Любой зверинец. На выставке также будет разыгран сертификат на то, чтобы я нарисовала вашего питомца. А если нет питомца? Заводи. Может быть, если вы будете нарисовать Виктора? Я... Хорошо. Смогу, да. Приходите на ярмарку, выигрывайте сертификат. Знаем, что у вас на ярмарке также пройдет... И на ярмарке пройдет ярмарка. Да я про билеты хотела спросить. На новогодние представления, ведь для многих семей это сейчас актуально, чтобы устроить как-то новогодние каникулы, можно будет в один день, в одной точке выбрать билеты на разные мероприятия. Совершенно верно. Будет проходить ярмарка новогодних билетов. Будут представлены билеты практически во все учреждения, где только проходят новогодние представления. Это, конечно, и наши знаменитые театры, государственные, областные, муниципальные. Это культурно-досуговые учреждения, в том числе и наш санкт-культуры Верхесецкий тоже будет там представлен. И школы искусства, и всевозможные другие организации. В общем, все организации, где только проходят новогодние и новогодние мероприятия. Ярмарка абонементов начнется 13 в 12 часов и проработает, как мы предполагаем, до 19 часов. Но на самом деле лучше прийти пораньше, чтобы иметь больший выбор. Но ведь и будет некий тест-драйв детских спектаклей, если мы правильно поняли. То есть на ярмарке будут представлены детские спектакли. Да, совершенно верно. В 12 часов театр «Шарманка» представит свой спектакль. Чуть позже, в 16 часов, театр «Щелкунчик» также представит свой театральный проект. И в час в большом концертном зале Центра культуры Верхесецкого, который завтра открывается после капитального ремонта, состоится большой праздничный концерт творческих коллективов нашего центра. Ну, очень коротенько хотелось бы про мастер-классы. Какие там будут? Чему можно будет научиться? Вот такого можно будет связать? Да, безусловно. Мастер-классы будут совершенно различные. Ну, их будет настолько много, они в течение дня будут идти в разных залах, что вот тут... Там, на самом деле, можно будет позаниматься всем. С утра до вечера провести досуг. Будет лепка из волшебного пластилина невероятного. Будет, конечно же, мастерить игрушки, подсвечники. И с 2 часов до 7 вечера мы будем там рисовать. Организуем такую выездную студию и будем заниматься живописью со всеми желающими, котиков в том числе. Масса всего. Итак, 13 декабря в Центре культуры и искусств Верхесецкий не пропустите, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что приехали к нам на эфир. Наша программа продолжается рекламой, после которой мы обязательно вернемся в студию.